Уважаемые зрители, рад вас снова приветствовать на канале Средообитания. Огромное спасибо, что зашли посмотреть мой очередной видеоролик. Ну а сегодня, как вы уже догадались, мы отправимся посмотреть два курортных небольших города. Первый город находится в Грузии, это город Кабулети. И второй город находится в непризнанной республике Абхазия, город Питсунда. Итак, начнем с города Кабулети. Курортный город в Аджарии. Центр Кабулетского муниципалитета. Расположен в зоне субтропического климата на берегу Черного моря. Кстати говоря, такое же название имеет и железнодорожная станция данного города. Город вытянут вот так в линию вдоль Черноморского побережья. А здесь буквально вот 2-3 улицы проходят, но вот таким вот образом вытянутый. Центр города находится вот здесь, южнее несколько, скажем так, а севернее еще его продолжение. И вот, в общем, сконцентрированный в южной части его центр. Ну, как обычно, начнем. Давайте вот именно с интересных мест и посмотрим непосредственно вокзал. Железнодорожный вокзал, про который мы только что с вами сказали. Давайте перейдем. Итак, железнодорожный вокзал в городе Кабулетти. Вот таким образом выглядит. Отлично, просто невероятно красивая плитка. Различные формы, причем, посмотрите, навес сделан, что тоже, конечно же, радует. Вот здесь можем зайти внутрь, что мне тоже всегда нравится. Если вы смотрите, просто, ну, вот вокзал такого европейского стандарта, скажем так, может быть, там современная вся отделка. Чистенько, здорово. Прилегающая территория вот таким вот образом смотрится здесь. Само здание вокзала. Еще одно изображение внутри. Перрон. С другой стороны уже с вами просматриваем. Людей достаточно много ожидают, хотя город небольшой. Там порядка 15 тысяч, кажется, населения. Может быть, чуть-чуть побольше. Электрички проходят. А, ну, это товарняк такой идет, там тянет. Да, муж дюжон какой-то страшный. Ну, сам вокзал очень-очень достойный. Есть в городе Кабулетти вот такой свой музей. Интересно, можно тут зайти внутрь? Да, можно зайти, кстати говоря, посмотреть некоторые экспонаты. В общем, отзывы очень хорошие о музее. Довольно-таки много всевозможных таких вот предметов старины. Ну, и вот фактически в каждом, в каждом отзыве читаю о том, что есть такой экскурсовод Мадонна. По-моему, замдиректора даже, в должности замдиректора. Очень-очень красиво рассказывает о всех экспонатах. В общем, проводит экскурсии по данному музею. В общем, очень хорошо проводит экскурсии. Все так благодарны. И вот здесь, говорю, огромнейшее количество просто-напросто отзывов в адрес данного экскурсовода. Оружие тоже старое. Вот такие вот холодные такое оружие. Ну, единственное, что мне можно сказать, как бы бросилось в глаза не очень, это вот фасад. Да, ну, стоило, может быть, его как-то уже подделать. Июль 2021 года, то есть очень свежие съемки мы с вами просматриваем. А вот известные личности. Даже не буду говорить, кто. Я думаю, все догадаются во всем мире, знают их. Опять же, предметы старины, что очень здорово. Какие-то фигурки. Ну, в общем, достойный музей для небольшого города. Не могу, друзья мои, не показать центральный парк Кабулетти. Это, конечно же, и такая достопримечательность, и, опять же, подчеркивает статус города. Вы только посмотрите, как здорово здесь все смотрится, насколько облагорожено и ухожено все. Да, ну, давайте вот это вот тоже изображение посмотрим. Прям сентябрь 2021 года, то есть вот прям наисвежайшее. Видим, что ведется стройка, ну, и вид такой красивый. Вы только посмотрите, как здорово все это смотрится. Ну, конечно, кто смотрит мои ролики, знает прекрасно, что, бывая на море, я всегда говорю, что я просто обожаю эту местность. Я понимаю, что там где-то в Греции, там Черногории, да, там свои виды, своя красота. Но для меня море есть море. В принципе, где бы не был, в любом случае, даже на нашем Черноморском побережье Краснодарского края приезжаю, с удовольствием бываю и, так знаете, с такой тоской в душе каждый год уезжаем. Фактически объехали все места. Так, вот заодно здесь, смотрите, посмотрим прилегающую территорию к побережью. Набережная, невероятно здорово все смотрится. Я даже не думал, что город будет вот в таком шикарном виде представлен. Просто замечательно. Ну, и чуть-чуть давайте, наверное, пройдемся по пляжу. Посмотрим вот такие вот замечательные виды, красивейшие. Найкрасивейшие просто виды моря, чистого моря. Да, кстати говоря, тоже много отзывов по Кабулете, что именно море очень чистое, даже несмотря на то, что бывает штормит. Галька мелкая, что тоже приятно, конечно же, просто здорово. Здесь пляж очень протяженный. Ну, я как вначале сказал, мы с вами смотрели, там, в принципе, получается, что город вот так вдоль побережья как бы вытянутый. Давайте теперь перейдем в непризнанную республику Абхазия. Город Питсунда находится в Гагарском районе, частично признанной республики Абхазия. Согласно административному делению Грузии, поселок в Гагаринском муниципалитете Абхазской автономной республики. Ну, и здесь приморский климатический курорт, конечно же, мы будем с вами рассматривать также. И на одноименном мысе Черноморского побережья Кавказа он располагается всего лишь навсего от Гагары в 25 километрах. Так, надо поменять нам сейчас, вот, смотрите, изображение. Так, и со спутника тоже его рассмотрим. Конечно же, здесь несколько отличается Питсунда тем, что побережье вот здесь покрыто лесом, да? Такой вот подход идет, но лесной массив достаточно такой солидный. Посмотрите, как выглядит. Ну, то есть, кворю, когда проходишь, то проходишь через вот этот вот лесной... Ну, не знаю, как его назвать правильно, может быть, это как парк здесь, но лесной массив присутствует. Так, изображений здесь, я так понимаю, будет у нас не так уж и много. Давайте тоже посмотрим, сейчас найдем автостанцию. Если найду, конечно же, ее, то покажу обязательно. Друзья, ну, вот что касается железнодорожной станции, вроде бы указано в городе Питсунде, но я так и не нашел ее. В этом городе я сам не отдыхал ни разу, никогда не был и понятия не имею, где она находится. Хотя, опять же, если вот обратим внимание вот здесь, то видим, что маршрутное такси присутствует здесь. И, скорее всего, либо это автовокзал непосредственно, либо все-таки железнодорожный вокзал. То есть, вот по запросу железнодорожный вокзал в городе Питсунде, мне только вот такое здание. Может быть, оно и есть на самом деле? Вот кто будет просматривать, подскажите, пожалуйста. Совсем непонятно. Ну, зато нашел я также музей в городе Питсунде. Вот таким образом выглядит само здание, прилегающее территорию. Что ж, неплохо. Впечатлило, друзья мои, из исключения, может быть, поросли между плиток. Сам музей, не знаю, зайдем посмотрим. Старинные иконы видно. Музей, в принципе, указан как истории, музей истории Питсунда. На самом деле, или так сложно мне сказать. Давайте рассмотрим, может быть, какие-то экспозиции, образцы боевого оружия. Здесь вот какой-то стенд показан. Оформление, ну, интересное оформление вот и стен, и потолка. Хотя качество, наверное, уже здесь хромает очень сильно. Изделия из стекла. Не знаю, что это старинные, не старинные, откуда-то взятые. Вот такие витражи здесь получаются. Стеллажи, витражи замечательные. Опять что-то, что-то касаемо... А, ну, это греческая, наверное, керамика здесь представлена, скорее всего. Вообще, почитал отзывы по поводу музея. Как-то не очень. В плане того, что люди пишут, что требуется уже и реставрация, и реновация какая-то. Ну, в общем, все по старинке, как в Советском Союзе еще было. Ничего такого особенного не изменилось. Вот, так и осталось. Такие вот блесны, что ли, для рыбалки представлены. Представлены тоже старинные достаточно вещи, старинные. Ну, все понятно. Мне кажется, это все, конечно же, находки греческой, древнегреческой культуры. Есть в Питсунде несколько храмов. Интересный такой храм церковь Питсунских святых в честь Андрея Первозванного. Довольно-таки старинный, я так понимаю. На самом деле, вот, как бы не посмотрел год постройки здесь. Храм такой в классическом стиле, конечно же, сделан. Ну, я так понимаю, что кулатка очень-очень старинная. Может быть, ошибаюсь. Реставрация внутренняя была. Православный храм. Иконы. Да, кстати говоря, это вот уже остатки очень старинного храма. Второй-шестой век, как бы указан. Посещение здесь можно просто, но на территорию, конечно же, не разрешают. Проход закрыт. Июль 21-го года в Сиренке. Ну, и потихоньку мы переносимся посмотреть с вами прибрежную полосу и посмотреть непосредственно пляжи. Ну, а начнем с вот этой фундаментальной скульптуры Медия. Ну, это, конечно же, все из мифов взято. Ну, коротко скажу, что культура посвящена... Скульптура посвящена чему? В общем, Медия это такая волшебница, которая, к сожалению, убивает своих же детей из-за того, что Ясон, в общем, разлюбил ее и полюбил там другую. Ну, вот такая вот мифология. Хотя Ясон до этого сплавал за руном, привез руну и, как бы, вроде бы с ней было у них все там в порядке, согласно этой мифологии. Ну, в общем, такая вот интересная история. Почему, конечно, воздвигли этот памятник именно Медии, не могу сказать. Кстати, странно, наверное, это больше такой скорбный памятник, нежели какой-то, не знаю, там какая-то великая достопримечательность. Ну, стоит на берегу моря и стоит уже достаточно давно, сделан из бронзы. Высота, по-моему, если не ошибаюсь, 5 метров составляет. Ну, давайте пройдемся по набережной, пройдемся по побережью, посмотрим, как тут выглядит. Можем сравнить сразу же с грузинским курортом, который мы с вами смотрели. Курортом Кабулети, конечно же. Так, вот такие вот есть фигуры с непосредственно фонтаном. Дельфинчики интересные. Но, хочу сказать, состояние, конечно же, и не очень замечательные. Такие вот закаты на побережье. Конечно же, здесь, может быть, нет такой набережной, которую мы видели в Кабулете в Грузии. Но, тем не менее, все равно, в принципе, есть места, где погулять. Может быть, менее изящные, конечно же, они. Пляж Кипариска. Такое интересное название, тоже закат. Но, вот опять же говорю, чтобы какой-то здесь именно вот конкретно набережная была, ее, к сожалению, нет. Что-то, что-то, возможно, вот начинают делать, ремонтировать. Но пока, пока, конечно же, это вот так выглядит. Вот показан городской пляж. Пляж, то, что вот эту скульптуру мы с вами смотрели. Да, в принципе, есть такое место, где прогуляться. Но, я говорю, нет классической набережной. То, что мы привыкли, может быть, даже видеть во многих курортных городах. Здесь она всего лишь так частично. Есть такой небольшой аквапарк. Тоже городской пляж уже. Центральный пляж рассматриваем. Ну, прилегающая территория тоже парк. Довольно-таки зеленый, интересный такой. Вот, жаль, не можем вот здесь посмотреть вот эту многоэтажку. Ну, здесь пансионаты. Да, это набережная объединенных пансионатов. Есть место, где погулять. Есть, конечно же. Но оно намного меньше, чем мы смотрели сейчас в Кагулете. В целом, больше похоже, как на дикие пляжи. Ну, говорю, конечно же, здесь лесной массив подходит. И поэтому не будет того, что мы видели в Кагулете. Это уже такие симпатичные виды открываются на город. Ну, вот так выглядит, в общем, пляж в Пицунде. Ну, что ж, теперь назад возвращаемся в Кагулете. И давайте чуть-чуть погуляем по улицам. Посмотрим, как данный курортный городок выглядит. Отправляемся на одну из улиц непосредственно. Так, вот такие вот виды у нас тут открываются. Ведется торговля. Понятно, курортный город, конечно же. Но больше нас что интересует? Дорожное покрытие очень хорошее. Здесь круговое движение. Места вот идет, люблю. Да, ухоженные видно здорово. Но бордюрчик может быть подводит чуть-чуть. Фасады зданий неплохие, за исключением некоторых моментов может быть общий вид на улицу. Тут тоже вот кружочек такой неплохой. Еще одна улица смотрим. Фасады зданий. Здесь вон прям подштанники висят вот так, сушатся на улицу. Ну, а куда их девать в квартире, где их сушить? Пусть даже так будет. Ну, некоторые участки вот так вот домов, да, что-то излеплено какими-то агитационными, наверное, плакатами. Кстати, июнь 2021 года. Очень свежие съемки. То есть, вот кабулетий выглядит вот таким образом сейчас. Дальше проходим, продвигаемся по улицам. Замечательные вот такие гостевые дома. Сдаются комнаты, надписи по-русски. Да, на самом деле, хотел сказать, что отдыхающих из России в этом городе очень много. Просто невероятно. Что касается домиков, ну, где-то, где-то, может быть, и не совсем уж такие вот выглядят. Не совсем уж богатенькие и ухоженные. Где-то вот такие вот ведутся пристройки дополнительно. Как-то пасмурно, вот что обидно. Тротуар весь в плитке, посмотрите, вот так вот. Следующая улица, это уже ближе, конечно же, к побережью. Вот такая широкая, смотрите, какой проспект. Да просто невероятно. Обычно, обычно, в принципе, для курортных городов и те, которые располагаются на побережье там морском, улицы все намного уже. Да и особенно город-то небольшой. Здание, конечно же, ну, скажем так, немножко могли бы выглядеть и получше. Ну, так контрастно, да, вот смотрите, вот здесь вот очень красивое здание в четыре этажа, мансардный этаж четвертый. Рядом не очень. Многоквартирные дома, ну, скажем так, как есть. Лавочки какие-то перекошенные, магазин, наверное, это или что это такое есть. Ну, это классический, я так понимаю, гостевой домик построен на маленькой территории, но, тем не менее, хочется возвести побольше, что для курорта характерно. А вот здесь гостевой дом просто обалденнейший, конечно же. Вот там вдали, это, я так понимаю, вообще новострой. Вот так улица вдоль, смотрите, как смотрится. Здорово. Проходим дальше. Здесь вот тоже такая новостройка, но я думаю, что это гостиничный комплекс. В любом случае. Ага, ну вот тут, наверное, тоже такая площадь будет. Замечательный. Посмотрите, вот совсем иной вид уже. Мы недалеко с вами от побережья находимся. Я думаю, что это жилой дом обычный, ничего здесь особенного нет. Висит вот так же одежда сушится. Ну, сам вот такой парк здесь, да, или площадь, можно сказать, в серии, как ухожено. Какие виды обалденные. Есть определенные моменты. Съемки тоже июнь 2021 года, очень свежие. Вот такие фасады облупленные присутствуют. Но и, опять же, на фоне других зданий это все чуть-чуть бы как бы сглаживается с одной стороны. С другой стороны, опять для курортных городов, я считаю, что в любом случае недопустимы какие-то там серьезные вот такие вот недоработки. Должны они быть все. Выглядит очень красиво. Вот эта многоэтажка очень старая, видно, налеплены какие-то антенны тут. Вообще тут непонятно чего. Ну, и балконы, конечно, жуткие. Вот посмотрите, оказывается, по набережной мы можем пройти. Здесь съемки вот полные такие, панорамные, июнь 2021 года. Да, набережная, конечно же, очень симпатичная. Можно было бы чуть подальше эти здания от набережной отнести, потому что и кафешки все эти вот. Кстати говоря, очень не люблю, когда лежишь на побережье. И вот этот вот запах еды из этих кафе тянет. Причем довольно-таки серьезный. Так как близко подходит это вот настолько налеплено. Помню, как фактически был испорчен отдых, когда были в поселке Лазаревском. Ну, он не поселок, а город, конечно же. Сочинский район, город довольно-таки большой для Черноморского побережья. И вот настолько там близко, настолько насовывано всяких этих кафе, такой шум гам. И, в общем, ну да, мы отдыхали в самом центре, конечно же. Мне очень не понравилось это все. Дальше по улице продвигаемся еще по одной. И смотрите, как прям вот меняется картина. Да, где-то такой контраст, где-то что-то не очень. А здесь просто замечательно. Вот если не знал бы, что мы просматриваем с вами Грузию, да, я бы сказал, наверное, какая-то Черногория, что ли, вот, не знаю, ну вот европейский город на самом деле. Посмотрите, как здорово смотрится. Ведется строительство. Значит, если строится, если что-то отделывается, как я всегда говорю, это хороший сигнал к тому, что идет развитие данного города, села там, населенного пункта любого поселка и так далее. Тротуары все в плитке, сколько бы мы ни смотрели. Ухоженность тоже просто замечательная. Да, стоит посмотреть, может быть, где-то окраину еще. Ну, хорошо, сейчас я постараюсь, конечно же, выйти и, может быть, что-то увидеть на окраине. Далее вот такие вот многоэтажные дома стоят тоже. Новостройки, кстати говоря. В общем, город развивается, курорт развивается, и это хорошо. Надписи дублируются на грузинском, на русском. Я так понимаю, еще раз говорю, что здесь достаточно много из России отдыхает. Ну и, судя по отзывам, как бы говорят, что да, на самом деле так и есть. Приезжают огромное количество из России отдыхающих именно в данный город. То есть Кавулетти очень любят туристы из России. Ну, кто-то, может быть, сейчас будет просматривать ролик, скажет, ну и в Абхазии вы знаете, сколько русских приезжает отдыхать. Ну, знаете, с другой стороны, хочу сказать, не так уж и забиты пляжи в Абхазии, в той же Пицунде, говорят. Да там очень много народу. Много народу это в Адлере. А что касается Пицунды, то они так уж там и много. Да пустынные пляжи, они там проезжали мы Гагру, останавливались, несколько раз были на пляже. То есть не отдыхали в самой, именно, Абхазии. Отдыхали в Адлере. И останавливались, смотрели эти пляжи. Не так уж и много там народу, хочу сказать. Ну, вот, посмотрите, продвигаемся. Пока я рассказываю свои истории, продвигаемся по этой улице. Виды просто изумительные. Ну, это понятно, нужно исключать в том плане то, что ведется строительство. Вот, а так общий вид, конечно же, здоровский. Так, наверное, давайте переходить уже в Пицунду и посмотрим, что там интересного есть. Как выглядят там улицы. Да, друзья, я почти подзабыл, обещал уже подальше от центра отойти и посмотреть, что здесь у нас в Кугулете присутствует. Ну, вот, чуть-чуть мы отодвинулись. В принципе, пошли тоже гостевые дома. Есть многоквартирные дома. Несколько картина похудше стала. Но, тем не менее, вот, тоже июнь 21-го года. Есть вот эти многоквартирные дома. Жилые такие вот длинные многоэтажки. Тоже советских времен, так понимаю. Ну, пока еще не ремонтируется. Ну, а где-то, где-то мы вот видим, допустим, вот здесь. Что-то какой-то определенный ремонт, может быть, был. Либо, ну, только начался здесь. Здесь, ну, что-то, допустим, опять же, стараются, наверное, облагородить. Вот такие многоэтажные дома, прям, довольно-таки высотные. Тоже даже не знал, что они здесь присутствуют. Ну, в состояниях, конечно же, удручающих. Говорить нечего. Там тоже самое. Да, ближе к окраине, конечно же, худший стал вид. Но, вы знаете, если мы будем рассматривать даже самый знаменитый курорт в России, допустим, тоже Сочи, то на окраине там виды тоже не лучше будут. Вот здесь тоже самое. Налеплено, чего-то тут пристроено, наварено, неясно. Так, ну что, перенесемся мы в Питсунду. Здесь не так уж и много, друзья мои, вот, к сожалению, изображений. Поэтому смотрим все, что возможно и оцениваем заодно. Так, по поводу, по поводу панорамы, не знаю даже, куда мы попадем. Вот так вот, видите, с вами онлайн. Щелкнули, попали в какой-то двор чей-то. Какой-то домик здесь. Здесь вот тоже многоквартирный дом высотный. Ну, не высотный, такой четыре этажа, скажем так. Ну, смотрите, рядышком. Ну, в принципе, еще еще ничего смотрится там. Опять многоквартирные дома. Тоже, как и в Кабулете, выглядят они, конечно же, удручающие. Здесь вот гостевые номера. Какой-то, какой-то двор. Ну, так, скажем, да, для отдыха. Кто-то приехал там, зашел, поспал там, да, и ушел куда-то гулять там, на море купаться. Ну, и бог с ним. Ну, сервис вот такой. Постирать, наверное, в тазиках. Туалет где-то общий на территории. Может быть, не знаю, где-нибудь за забором вот здесь вот к соседям. Конечно же, сервиса здесь никакого. Так, еще одна панорамка. Здесь больше частного сектора представлено. Тоже, посмотрите, неплохие, в принципе, домики гостевые. Такие вот присутствуют. Ну, там где-то, может быть, и похуже чуть-чуть. Хотя, посмотрите, сколько новых понастроено тоже. Развитие, значит, идет не совсем республика. Вот эта вот непризнанная республика. Вот так вот совсем в отсталых. Да нет, да нет, в принципе, что-то есть. Конечно, тротуар вот тут жуткий. Можно переломать все ноги. Променад тут не получится. Ну, а как вам вот такой вот гостевой дом или гостиница, наверное, прям полноценная. Да, неплохо. Ну, автомобили паркуются вот так во дворе, я так понимаю. Ну, а двор вот, ну, считай, его нет. Какая-то одна лавочка вот так вот сидит, наверное. Тут нужно занимать место с утра или с ночи. Качельки есть вроде бы небольшие такие. Заранее нужно ставить табличку, что занято, чтобы посидеть. Да при чем где посидеть? На палящем солнце. Ну, как-то странно. Может быть, с той стороны все присутствует получше. Так, здесь тоже со стороны улицы некоторые виды. Гостевые дома, да, уже посолидней, прям поприличней. Строятся. Тоже приятно, что строится, значит, развивается. Но тротуар по-прежнему такой вот разбитый весь. Еще одна панорама с улицы. Куда мы с вами попали, вообще непонятно. Ну, какой-то, да, какой-то здесь, наверное, такой вот кафешка, ресторан. Ну, смотрите, как оригинально сделано. С другой стороны, только за минусом то, что, вот, смотрите, вся вздулась плитка вот так вот неровно лежит. Непонятно, чего с ней происходит. Ну, примитивные вот такие столики с зонтиками на свежем воздухе. Вот эти проходы через лесной массив. Да, хорошо, хотя бы хоть какой-то асфальт еще сохранился, лежит. Есть какие-то лавочки, можно посидеть. Проход к морю через лесной вот этот массив. Вдали вот такое высотное здание. Ну, тоже, наверное, от пансионата от какого-то еще осталось. Ну, а вот, что из себя представляет, в принципе, набережная. Мы смотрели с вами сейчас ее в Грузии и смотрим здесь, в Абхазии. Дельфинарии есть, не знаю, действует или нет, но я думаю, что действует, работает. Ну, вот такая вот набережная. Посмотрите по поводу народа. Ну, что тут, огромное количество? Да и нет. Ну, есть отдыхающие, безусловно. Август 21-го года. В общем, конечно же, набережную скобулеть и не сравнить. И на море. Ну, вот, смотрите, приблизим даже. Мы видим людей. Ну, так. Через одного прям очень много народа здесь. Не знаю. Говорю, были мы несколько раз в июле были, были в августе. Чтобы народу было много. Прям уж так. Ну, может быть, вот там еще присутствует. Вот такая вот набережная, примитивная. Ну, вот пляж с высоты птичьего полета, можем посмотреть. Есть народ? Да. Но это вот основной пляж, как бы, города Пицунда. И все. А дальше мы с вами видели прекрасно. Ну, так там, я говорю, 5-10 человек где-то присутствует. Ну, и даже тут, на центральном пляже, не так уж и много. Вот такие проходы к морю через лесной массив. Тоже можем посмотреть. Вот заросли. Если вечером здесь идти, мне кажется, довольно-таки жутковато. То же самое. Вот этот проход к центральному пляжу мы с вами смотрим. Бамбук растет. Это, конечно, уже экзотика. Ну, на этом, друзья мои, я буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Впереди будет много чего интересного. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии. Пишите комментарии.